всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинародную пропаганду сегодня собираюсь приготовить свиные рульки рецепт простой ингредиенты элементарные результат просто сумасшедший самое сложное дождаться когда эти руки будут готовы потому что в духовке не проведут 4 часа в чем труднее всего терпеть последние 15 минут когда запахи уже по всему дому идут поехали абсолютно не заморачиваясь надо очень крупно нарубить овощи например морковь даже чистить не обязательно достаточно отмыть хорошенько рублю кусками размером с куриное яйцо так скажем примерно лук-порей также и белую зеленую часть стебли сельдерея вообще пополам недостаточно с рябчатого лука вот сухую кожуру снять придется мы потрудимся немного его достаточно четвертинки разрезать сок имбиря размером с куриное яйцо может крупнее немного чистить тоже не собираюсь разрублю на несколько частей и нормально будет яблоко кисло-сладкое отрежу все так чтобы семечки форму не отправлять и все помидоры пополам свечной частью закончил парочка бутылочек пива в дело пойдет теперь пряности немного бадеяна все звездочки у меня раздолбанные совсем не кинематографичны к сожалению также несколько штучек душистого перца парочка бутонов гвоздики и одна штучка дико острого красного перца теперь рульки их надо просто натереть солью причем особое внимание уделяем свободным от шкурки частям и на подушку из овощей и фруктов их и сейчас очень тщательно запечатываем все фольгой так что пару вообще никуда было выходить возможности конечно понятно что герметичность чтоб не добиться но стремиться к этому надо и убираем в духовку на три с половиной часа даже скажем так на 3 часа 40 минут духовка уже предварительно нагрета до 180 градусов нагрев только нижний реально можно и 4 часа в духовке все запекать просто держите в голове что последние 15-20 минут нам понадобится на обработку рулик глазурью сейчас можно идти заниматься своими делами например пиво охлаждать но если к рулькам вам например картофанчика захочется ну тогда за полчаса до застолья придется на кухню выйти я так и сделаю примерно через полчаса можно будет садиться за стол поэтому я готовлюсь чтобы противень не отмывать застелю его фольгой а чтобы картошка к фольге не прижарилась еще и бумагу для выпечки сюда брошу картошку надо приправить солью паприкой тимьяном немного панировочных сухарей и ароматного оливкового масла и перемешать можно отправлять духовку если нарезать такими вот некрупными дольками то минут через 25 она будет готова при этой температуре при 180 градусах вот считайте у меня минут пять ушло на возьму с картошкой еще минут через десять можно будет глазурью заниматься пара самое главное не ошпариться пар очень горячий руки уже практически готовы но не хватает глазури сейчас быстренько и займусь ею только на переложить на решетку из формы для запекания на сковороду перелить почти весь пивной бульон ну или овощной бульон на пиве не знаю как правильно напишите в комментариях как правильно назвать руль прямо на решетке опять на форму не весь бульон выливал для того чтобы в духовке при запекании под грилем не горел еще на дне фольгой накрыть чтобы не остывали пока из глазури вожусь кстати картошка уже совсем скоро будет готова весь этот бульон уже на сильном огне упарить до загустевания и обязательно добавить меда вот когда он упарится по крайней мере вдвое то и втрое нужно будет пробовать и выправлять на вкус я сразу могу сказать что надо соли добавить немного в качестве свидетеля вкуса еще момент если кислоты томатов будет недостаточно то кислоту управлять можно лимонным соком яблочным или винным уксусом что придумаете короче на ваш вкус смотрите у меня уже все отлично просто загустела короче пробуйте нет у меня все отлично и выправляйте на свой вкус добейтесь чтобы это было на острая сладко кислая такая имбирная яркая классная глазурь где тут рульки хорошенько их смазать этой штукой и теперь в духовку под верхний гриль минут на пять десять-пятнадцать время зависит от мощности гриля от вашей духовки рульки внутри абсолютно уже готовы можно есть глазурью нужно немножечко схватиться что я она содержит очень много меда а он при высоких температурах моментально горит поэтому при малейших признаках потемнения сразу вынимаясь из духовки что он выясняется что он в ближайшие в этом году он так и в обычном он так и в киеве что он так и в киеве это они такие альбом и клубы это они такие альбом и так и Ну, вы видите мягкость, мне кажется, комментарий тут излишний. Нежнейшая, с ароматом имбиря, с остринкой. Тает во рту, как кусочек масла, просто чудо. Теперь кусочек мяска с горчицей, это сладкая немецкая горчица. Сочнейшая, изумительная, просто великолепнейшая рулька. Ну и картошечки. Чудо. Слушайте, вы видите совершенно не замороченный рецепт. Порубили по-мужински так крупно овощи для того, чтобы получился бульон очень насыщенный. Имбирно, сладко, яблочно, солоновато, остро, яркий, с ароматом бадьяна очень легким, с ароматом гвоздики очень легким, с ароматом душистого перца очень легким. Получается крайне насыщенная, классная глазурь в результате. Рульки готовятся вот в этом ароматном пару, становятся нежными, абсолютно не сохнут. И потом на глазурь потратить от силы 5-7 минут. Ну и потом в духовке еще подержать, чтобы она слегка так стала поплотнее, чтобы она не стекала с рульки. И все. Короче, готовьте. Готовьте такую штуку, это очень вкусно. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Ваше здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok